Друзья, всем привет! Короткий крипто-апдейт. Что происходит с биткоином? Смотрим. Очень противоречивый сейчас момент. Посмотрите, с одной стороны, на недельках у нас с вами только-только начинается зеленый money flow. Посмотрите, money flow на сайфере выходит из красной зоны, и биткоин находит поддержку потенциальную на сетке скользящих. При этом на дневке, да, мы видим, что у нас уже тренд развернулся, бычий, мы отбились от поддержки и все такое. Но также при этом у нас на недельках видны дивера. Видны дивера, и все говорит о возможности потенциальной коррекции. Куда-нибудь ниже, перед продолжением роста. Поэтому сейчас, собственно, что происходит, что набирать позиции вообще крайне опасно в какую-либо из сторон. А если вы уже в позициях, то непонятно разгружать их или догружать, соответственно, опять же, исходя из того, в лангах вы или в шортах. Напишите в комментариях, кстати, что вы думаете по этому поводу, куда пойдет биткоин. А я сейчас вам скажу, что думаю я. И если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк и проверьте подписку на наш канал. Смотрите, давайте взглянем-ка на индекс доллара, как он себя ведет. И мы увидим, что он он же DXY подобрался к своему уровню сопротивления. После того, как у нас с вами был здесь ложный закол ниже вот этой поддержки, и мы об этом говорили, и начался отскок, собственно, DXY подобрался к уровню сопротивления. Потому что смотрите, что происходит. На дневке то у него здесь вроде бы зеленый money flow нарисовался. Но если мы посмотрим недельку, то у него тут как раз зеленый money flow заканчивается у индекса доллара. Как это было вот здесь вот, например. Посмотрите, что было, когда зеленый money flow закончился. Мы упали. Поэтому здесь потенциально что происходит? Что мы сейчас либо на этом месте найдем сопротивление, либо опять же ложный пробой наверх сделаем, но потом все-таки DXY пойдет вниз. И вот на второй волне снижения DXY, да, то есть вот у нас была первая волна, потом flat, и вторая волна, вот на второй волне снижения DXY, как правило, происходит уже самое интересное на рынках. Типа как было вот здесь или вот здесь. То есть все остальные рынки, по идее, пойдут наверх. Так что, чтобы понимать, что происходит с биткоином, опять же, нужно понимать, что происходит с другими рынками. Вон та же Nvidia тоже нашла локальную вершину, чуть не добравшись до 1.618. Тем не менее, вот мы видим сейчас какую-то небольшую коррекцию. Опять же, она может еще туда дойти. Вот, так что насдак тоже пошел в небольшую коррекцию, но, тем не менее, приближается к своему all-time high. Поэтому биткоин, я лично не удивлюсь, друзья, если он сделает, когда он сделает, вернее, просто вот такую вот свечку тысяч на 40 с чем-то или на 50. Просто, чтобы вернуться к средним значениям, понимаете? Потому что я вам напоминаю, что мы все еще недооценены на минус 44% до средних значений. То есть нам надо запампиться на 88%, чтобы вернуться туда. Поэтому лично я продолжаю в приоритете держать лонг позиции, но периодически открываю хеджевые шорты, ставлю стопы. Напоминаю, что сейчас идет турнир на нашей любимой бирже Bybit, ссылка на который в описании. Он продлится еще 13 дней. Призовой фонд 8 миллионов USDT. И наша команда, кстати говоря, друзья, очень неплохой результат показывает промежуточный. 45,5%, 63 место в общем и 9 место в регионе. И я вам хочу сказать, что понятно, что тут уже сложно попасть, конечно, в первую тройку. Там у чуваков PNL 1400, у команды 630. Кстати говоря, давайте порадуемся за них. Но, допустим, в десятку в принципе попасть еще есть вероятность. Вот, 187%. Опять же, учитывайте, что к концу соревнования общий PNL тоже откатится у многих. И у этих. И можно будет, в принципе, если сделать 100 с чем-то процентов, можно постараться попасть в десятку. А там уже приз 150 тысяч долларов на команду. Так что, чуваки, давайте поднажмем, но аккуратно. Не переусердствуйте. Вот. А также по позициям все еще держу Audio Long. Периодически хеджирую с шортами. На Daily мне очень нравится, как он распрямил крылья. Вот он сейчас стоит как раз на своем уровне сопротивления, друзья. Может откатить, поэтому аккуратней. Вот у меня расставлены сетка ордеров на продажу половины позиций. Если он помпанет на 0,4 где-то, на 0,3 с чем-то, закроется половина позиции. И, собственно, да. Вот такой план. Это, на самом деле, если вы отдалитесь по нему на недельки, это ничего такого. Это вполне себе вариант, кстати. Такое W нарисовать. Ну и все остальные монеты тоже. Биткоин, Дот, Эфир. Дэш тоже, на самом деле, набирайте. Пока он такой дешевый. Я набираю его на Femix. На Bybit тоже, походу, буду набирать Long по Дэшу. Ну и по всему, что еще не улетел. Потому что Bitcoin Cash, конечно, и Ripple уже немного улетели. Но, тем не менее, они тоже могут помпануть. Тем более, что уже биток, слушайте, глобально биток уже отрос. Как бы с 16 на 30. И это значимый уровень уже. Альты многие еще так не сделали. Поэтому я думаю, что, возможно, как раз сейчас будет черед альтов. Но следим за DXY. Главное, чтобы он начал падать. Хотя, опять же, это крипта. Возможно, вообще все раскоррелируется. И просто сделать вот так. Я просто к вам о том, что да, сейчас могут быть краткосрочные коррекции. Но когда биток затузымунит, просто позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете. Всем спасибо за просмотр. Всем профитролей. Добавляйтесь к нам в телегу. Ставьте лайк. Обязательно StopTake. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. Помните, что вот здесь у нас был последний серьезный уровень продаж по TRDR. Это уровень 30 тысяч долларов. Ну и посмотрим, сможем ли мы его пробить со свистом или встретим там еще какое-нибудь сопротивление. Всем удачи и до следующей встречи. Пока.